Владимир Маркин сообщил, что сейчас значительно раньше появляется информация в социальных сетях, нежели в информационных федеральных агентствах. Например, информация о физике поведения Спартака и Глазберинова появилась в блогах в 8.40 утра и только через 3 часа выход на место. Аналогичное сообщение о тракте Глазберинова из порядка их невозможных площадок, где он начальник появлялась в Сибири. В связи с этим необходимо должное внимание подобной информации, так как отсутствие контроля в интернете используется разными силами для информационных войн, направленных на подрыв доверия населения к руководству силовым органам страны. Мнение благословения сейчас оказывает влияние на самые серьезные политические, экономические, социальные процессы, а в перспективе ожидается только ее успех. В этой сфере ведутся информационные войны. По словам Владимира Маркина, появление в соцсетях Следственного комитета России – это еще одна возможность стать ближе к обществу, быть более открытыми, как пояснил он. Также, помимо аккаунтов в Твиттере, официальные группы Следственного комитета России созданы в Фейсбуке и ВКонтакте, через которые оперативно транслируются главные новости комитета. Эта практика подтверждает свою эффективность, так как позволяет охватить новую аудиторию людей, которые не смотрят телевизор, не читают газет, а получают новости именно из благосферы. В завершении своего выступления Владимир Маркин пожелал коллегам научиться находить компромисс, не конфликтовать и, как он выразился, быть обычными людьми. Относитесь к делу профессионально, кастушой и ощущаете себя маленькой частицей этого общества. И относитесь ко всем бьетам, которые происходят в своей стране, с сердцем по человечеству, когда к нам будет так относиться. Алина Гумерова, Дмитрий Гладушевский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион.